Очень красивый, глубокий, незаслуженно обделён вниманием. Подсветить, раскрыть, углубить. Пироксинит. Сегодня мы снова наводим красоту. Передо мной на столе очень красивый, глубокий, ну, на самом деле, классный камень. Мы все привыкли к зелёным печам в бане, к серым печам для бани, но вот пироксинит мало кто использует в своих облицовках, а он незаслуженно обделён вниманием. Расскажем несколько, опять же, лайфхаков, тонкостей и нюансов навески ламелей. То есть, это изначально первая ламель должна быть чётко перпендикулярна к полу, короткие штучки 2-3 накинуть, сказать, просто пристреляться, и дальше уже продолжать сборку печи. При сборке мне понадобится влажная тряпка, чтобы с неё не бежала вода, а просто была влажная. И обязательно протирать ламели вот в эти вот места, фаски. То есть, они очень сильно влияют на внешний вид печи и на то, как она уже будет смотреться непосредственно в собранном виде. То есть, берём, протираем, ставим, плотно подгоняем одна к одной и навешиваем. Используем либо резиновую киянку, либо давлением своей руки. Также протираем и продолжаем навешивать. Все ламели идут в металлической кассете, в которой есть вот эти вот усики. Для удобства навешивания их можно немного отогнуть, чтобы они проще заходили в паз. И они, собственно, таким вот образом садятся на каркас вашей печи. Перевешивать ламели можно хоть три раза на день. Фактически, до момента начала съёмки видео я перевесил ламели с одной печи на другую. Комплект ламелей я складировал. И получилось, что заняло у меня это всё по времени, ну, не более 40 минут. То есть, очень быстро и беспроблемно это всё монтируется, демонтируется, разбирается, обслуживается и так далее. То есть, в процессе эксплуатации, естественно, на ламелях, вот на этой глянцевой поверхности, могут появиться какие-то брызги, следы от веников. Вы можете их всегда снять, таким вот образом выставить и пройти полировочной машинкой. И ваша печь всегда будет радовать красотой, как в первый раз. То есть, в этом плане ламели очень удобно монтировать, демонтировать, обслуживать, наводить красоту и далее пользоваться вашей печью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратимся к ассортименту камня, который предлагает компания «Прометалл». Ну, это зелёный змеевик, либо более благородный зелёный, это «Верда Гватемала». Красный – это «Роса Леванте». Серый – это «Талькохлорид». Светлый-светлый-светлый – это «Беж». Это перенесённое дерево, песчаник. Ещё один зелёненький – это «Жадеид». И теперь чёрно-серый, ну, тёмные оттенки, это уже пироксинит, собственно, который я сегодня и собираю. Точно так же кому-то нравятся круглые формы печей, кому-то нравятся квадратные формы печей. Круглые формы печей у нас могут быть как сетки наружные, так и облицовки ламелей. Ну и в том числе с этого года, с прошлого года, у нас появились облицовки квадратные из «Талькохлорида» толщиной 4 см или 40 мм. То есть кто любит больше такую геометрию. Но не стоит забывать, это тема одного из наших следующих видео, всё-таки какая форма должна быть у печи, ну, в частности, облицовки у печи, и с какими моментами или нюансами вы можете столкнуться, выбрав одну либо другую печь просто по форме. Так что следите, смотрите, ставьте лайки, задавайте вопросы. Может быть, предлагайте темы, которые нужно там осветить, подсветить, раскрыть, углубить, рассказать. Ах, печь преображается! Я боюсь, что после этого видео в линейке моих любимых печей прибавится. Выглядит на самом деле очень классно. Вишенка на торте. Чугунное декоративное кольцо, которое будет закрывать все стыки и выглядит примерно вот таким вот образом. Печь собрана, потратили мы на это 10 минут. Выглядит круто! Ставим лайки, пальцы вверх, жамкаем колокольчик, подписываемся на канал, пишем вопросы, комментарии, предложения. Всегда всем рады, всем отвечаю. Ждём, ждём, ждём вас на нашем канале! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...